Приветствую вас! Давайте мы для начала попробуем с вами сказать так. Вот у вас есть определенные жизненные обстоятельства, да? То есть вы сохраняете семью старая, работу меняете, свою сумасшенку собираете по крупицам и так далее. Максимумент сложный, привычные алгоритмы поведения, привычные модели поведения не работают или дали сбой, вы учитесь новым и это, вы знаете, действительно достойно похвалы и достойно уважения. По крайней мере, я так считаю. Я считаю, что действительно это достойно уважения, то, что вы делаете. Вот действительно. Я думаю, что это очень здорово, что вы работаете над собой. Я думаю, что это очень здорово, что вы стараетесь быть лучше. Я думаю, что это прекрасно. А теперь, когда мы с вами этот момент немножечко отсудили, давайте подумать так. Ну вот, вы сделали для себя какие-то вещи, да? Сделали ли вы какие-то моменты? Вы молодец. Вы сделали их. Хорошо. Но у вас остались неразрешенные проблемы. И казалось бы, ну какое вам дело до того, что там, не знаю, другой водитель, кому-то там что-то крикнул и так далее. Но вы корите себя, что вы не подошли и не заступились для другого водителя. И вас это гложет. Вы вот начинаете думать, что вы слабый, что вы там чего-то не сделали из-за того, что вы чего-то не сделали. У вас в жизни все вот так вот сейчас обстоит, как есть. То есть вы вините в своих проблемах свою нерешительность. И на самом деле вам нужно не водителю что-то говорить, потому что это получается реакция на фрустрацию. Это классическая фрустрационная реакция, когда человек не может что-то сделать, вы не можете вернуться назад и сделать то, что от вас требуется. Требуется, но вы можете постараться как-то заместить. То есть если бы вы, например, сказали бы этому водителю о том, что он не прав, ну, наверное, вам было бы легче. Хотя облегчение это было бы временное, и удовлетворение от этого не продлилось бы очень долго. Это я вам совершенно определенно говорю. Давайте подумаем о том, что вы, скорее всего, жалеете о моментах своих сладостей и наваливаются депрессии. И вот здесь как раз начинается то, о чем вам сказал мой коллега. что действительно есть такие люди с повышенным счетом ответственности и вины. Вы вините себя за то, что вы не заступились, ну, грубо говоря, за водителя, или не сказали ему то, что должны были. Потому что у вас в жизни наблюдаются определенные проблемы. И вы переносите эти свои проблемы на что-то другое. То есть вы понимаете, что разрешить свои ситуации вы не можете. И было бы странно, если бы вы могли, а может быть понятно, что это было в прошлом, и сейчас у вас такой возможности нет. И вы пытаетесь ее как-то заменить, ее как-то заместить. И, к сожалению, у вас нет никаких шансов против этого. Почему? Да потому что вам нужно для начала и сперва, для начала и сперва, вам нужно разрешить ту сам, ту самую ситуацию, ту первую ситуацию, с которой все началось, ту, за что вы себя вините, может быть. Это первый важный момент. Дальше. Дальше относительно того мне хотелось бы сказать, что вы жалеете о каких-то моментах в своей жизни. Ну, так, по крайней мере, мне показалось, что вы жалеете о каких-то моментах в своей жизни. А если так, то хочется вам сказать, что в момент принятия определенных решений, в момент, ну, скажем так, в момент осуществления выбора в той или иной ситуации, у человека есть ограниченный набор возможных вариантов поведения. И этот ограниченный набор возможных вариантов поведения, почему ограниченный, я скажу чуть позже, является иллюзорным. И иллюзорным он является потому, что в действительности вы сможете сделать только одно решение. В действительности вы можете предпринять только один вариант, ну, вы можете использовать, точнее, только один вариант поведения. И когда вы его совершаете, когда вы его выбираете, он вам кажется наиболее лучше. На тот момент он вам кажется наиболее правильным, скажем так. И вот вопрос, который я... точнее, не вопрос, а мысль, которую я хочу вам сказать, заключается в том, что правильность этого момента как бы начинает поддаваться сомнению лишь после того, как в этой ситуации вы перестали быть. То есть вы, если вы из этой ситуации, в которой были, посмотрели на нее по-другому и все. И уже понимаете, что могли бы поступить иначе. Но в действительности, конечно, не могли. Потому что, ну, вы же понимаете, что когда вы были в ситуации, вы не смогли смотреть на нее как наблюдателя. Вы были в ней субъектов. И действовали вы в ней тоже как субъекты. И, пожалуй, вот это вам нужно принять и осознать, что не было у вас никаких моментов слабости. Это вы считаете, что это моменты слабости, потому что понимаете, что в жизни они принесли вам негатив. Но на тот момент, когда вы их проявляли, скорее всего, другого варианта вы для себя не видели. И это нормально. Нормально, что вы других вариантов для себя не видели. Люди живут все именно так. Именно так человек получает опыт. Ну, не можете вы знать заранее, чем обернется ваше решение. А когда последствия приходят, конечно, начинаешь же сеть и думать о том, ну вот как я мог, почему я не увидел, почему я не подумал об этом, почему я не предсказал и так далее. Не могли бы этого сделать. И вы ведь доверяли своим чувствам, доверяли своим переживаниям на тот момент. Вот это правильно. Корить себя за то, что уже произошло, нет никакого смысла. Дальше то, что... Дальше то, что мне хотелось бы вам сказать еще, это то, что вам, вот вы пишите, не можете находиться наедине с собой. А вот с этим моментом тоже очень важно проработать. Вам нужно находиться наедине с собой, чтобы отдавать себе отсчет в том, кто вы и куда идете. Я не очень хорошо эту ситуацию понял. Потому что... Вы очень коротко ее описали. Но, тем не менее, я хочу сказать, что если есть какой-то конфликт у вас, если вам нужно что-то проговорить, то обращайтесь к экспертам и мы вам поможем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.